здравствуйте здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на своем канале меня зовут софия я очень поразовесимый человек и на этом канале да кстати важно я не эксперт и не коллекционер нет 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 и на этом канале мы говорим о профимерии если вы попали сюда впервые пожалуйста не проходите мимо оставайтесь осмотритесь посмотрите видео посмотрите мои плейлисты много всего разные парфюмы может быть вы решите остаться но если решить остаться оставайтесь вступайте в наши стройные очень прекрасные замечательные ряды вливайтесь в наше общение общение очень доброе позитивное но и друзья друзья буду просить его ставьте пожалуйста лайки пишите комментарии очень хочется чтобы канал развивался чтобы его было видно в ленте потому что youtube иногда что-то делает не так сегодня во первых я даю привет профимерные подруги профимерном блогеру замечательному председателю клуба многопшичников и предводителю банды многопшичников натальи наташа привет большой тебе и наташа я обещала сделать так и я шла 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 к этому тегу и пришла тег прекрасный интересный и тег сложнейший друзья честно говоря я немножко сломала себе мозг и я не уверена что я с этим тегом ну прям вот справлюсь так как надо но но я буду пытаться то что откладывать я больше не хочу хочу вот хочу поболтать с вами болтательное развлекательное видео профимерные рассуждение 16 вопросов будут вопросы непростые на некоторые вопросы честно я ответа не знаю поехали все ссылки на наташина видео на наташин канал в инфобоксе друзья а еще в инфобоксе друзья на мой инстаграм на мой телеграм он такой болтательный да прожить про жизнь и немножко про парфюмерии там я кстати спойлеры на будущее видео все время выкладываем то есть вы всегда знаете тех кто ходит туда вот ко мне в телеграм они всегда знают про что будет следующее видео вот а еще друзья кстати в инфобоксе будет промокод магазин рандеву и многие парфюмы которые я показываю они в рандеву продаются там сейчас скидки 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 и скидки суммируются все друзья приступаем не будем отказывать какую аромату вы бы взяли с собой в путешествие не знаю толком куда едете это наверное единственный вопрос на который я знала точно ответ и опять же если если вдруг вы подписались недавно то вы наверное не знаете что на протяжении долгих лет я носила один и тот же парфюм всегда зимой и летом весной и осенью на работу и не на работу это ванильный лес это уже там 5 6 7 бог знает какой флакон ответ на вопрос куда бы я поехала если бы я не знала куда там на северный полюс меня везут в африку в азию в австралию везде хочу но ответ ванильный лес потому что я точно знаю как этот парфюм звучит мороз на жаре если идет дождь если принципе пасмурно прохладно или влажный воздух я знаю как это звучит я знаю что звучит это великолепно это вот мой парфюм это парфюм который сливается с моей кожей и мне этого парфюма долгое время было достаточно это первый парфюм который показал мне что есть парфюмерия отличающиеся от люкса это моя любовь навсегда мой дружочек ванильный лес поэтому ответ однозначный понятно что такая ситуация вряд ли представима себе ну вот если вдруг скажут ты не знаешь мы тебя везем и такое путешествие такое приключение это будет ванильный лес тогда я не ошибусь не ошибусь я не буду думать ой надо было брать другой потому что там вот климат прекрасно великолепно какой парфюмерный дом должен быть может быть революционируем когда я прочитала вопрос у меня сразу появился ответ я сказала себе нет я этот ответ озвучивать не буду потому что он очень радикальный стала думать и мне ничего больше у меня ничего не придумалось у меня не просто не появилось никаких идей относительно других парфюмерных домов и поэтому я скажу что я подумала про дом герлен у меня герлена много сейчас у меня герлен меньше нежели было то есть в какой-то момент дом герлен обогнал сержей танца но сейчас от каких-то лютанцев я избавилась и избавляюсь при этом люблю люблю сержа и для меня нет сомнений что это гений он и дрейк это люди которые на пьедестале для меня и есть парфюмы которые на пьедестале и на этот пьедестал ни один парфюм даже самый прекрасный самый красивый никто туда не заберется герлен дом любимый может быть не настолько эмоционально любимый как сержа танц но люблю и тем не менее я понимаю что от каких-то парфюмов я не хочу говорить слово избавилась с какими-то я попрощалась я очень рада что они находят другие дома для себя другие руки для другие носы я понимаю что еще какое-то количество флаконов должно от меня уйти исключительно потому что эти флаконы стоят я ими не пользуюсь а кто-то будет пользоваться я взяла с собой для видео два парфюма а это идилли вот в старом формате вы помните что я показывала совсем старенький флакончик на дне и сразу же купила себе задублила и с нетерпением с нетерпением жду весны чтобы носить идилли еще один парфюм покажу в пчелках пчелок у меня не так много это линстант мазик время от времени думала что может попрощаюсь не стала прощаться потому что я объем небольшой финансово меня от фразы граф ярдовина этот флакон не спасет пусть он будет он мне нравится ношу я его не часто почему я называю тем не менее дом герлен мне кажется что только сменой флаконов дом не может долго прожить мы вот придумали такие флаконы всех переодели потом перепридумали вернули в старый формат флаконы окей нет вопросов там что-то переформулировали что-то убрали что-то добавили разрешенное все это мы понимаем да но должны появляться парфюмы которые с одной стороны будут продолжать традиции дома герлен а с другой стороны они должны быть отражением эпохи вот этой а я таких парфюмов доме герлен не вижу поэтому я вот сейчас делайте со мной что хотите я набралась смелости я вам говорю да это дом герлен какой парфюмерный дом должен быть может быть более доступен по цене это очень сложный вопрос и неоднозначный ну давайте я назову вам парфюм вернее дом парфюмерный mcdi у меня нет ни одного парфюма даже в остатках потому что я так понимаю в остатках нереально схватить эти парфюмы вообще бывают ли остатки у mcdi я очень хочу какие-то парфюмы даже не со скульптурами а вот не знаю там в усеченной версии но чтобы это был флакон но это цена которую я себе позволить не могу нет нет и нет и нет и нет поэтому mcdi да и ведь даже дело не в том что сделайте мне дешевый парфюм а может быть пойти другим путем может быть пойти путем который выбираю для себя некоторые марки например марка миколев которые последнее время завладела моим сердцем делайте тревелы я взяла с собой делайте тревелы в таких вот милых чехольчиков здесь у меня что у меня здесь здесь у меня gourmet travel здесь у меня ананда и что что от этого парфюм стал хуже что это не эффектно выглядит это мега эффектно это очень удобно это супер современно когда парфюм всегда со мной всегда в моей сумке я достаю наношу если нужно я добавляю этот парфюм или меняю парфюм на другой да мы понимаем что цена то складывается из рекламы из упаковки из каких-то там страз бог знает чего вот этого форм форм фактор форм фактор в буха на огромное количество денег и и львиная доля ценообразование складывается вот из этого всего они не не столько из того что внутри там плещется да это дорогой парфюм но но за счет упаковки дайте возможность людям прикоснуться к прекрасному ведь для многих для многих travel может быть началом знакомства с права с парфюмом не искать замены не попадаться на подделки какие-то а купить вот такой вот настоящий travel познакомиться и сказать нет все таки вот я люблю этот парфюм дайте мне флакон окей я буду копить да я буду пользоваться я сношу это все да это может быть первым шагом к покупке флакона так делают не все но окей так делают не все в общем я вот назову MCDI и ну наверное тот же самый ганимед да сотка он здесь будет еще в обзоре ну давай давай ганимед я тебе покажу если бы это были хотя бы там 30 50 как вариант к сотке прекрасный ты мой тогда тогда мне кажется ну люди бы не на отливанты ориентировались а какие то такие более более современные более приближенные к человеческим кошелькам форматы это был третий вопрос четвертый вопрос какой парфюмерный дом мог бы стоить и больше и все равно пользовался бы спросом я тут вот себе в черновичке написала а куда больше то куда больше мы сейчас не берем сегмент супер дешевых парфюмов которые стоят там 200 300 500 рублей и я смотрю ведь я смотрю многих блогеров которые пользуются большой популярностью и которые рассказывают о парфюмах которые ну например я не знаю они рассказывают о парфюмах которые стоят реально там 200 300 500 рублей не 3 тысячи не 5 тысяч а вот то что мы называем бюджетной парфюмерией там говорим в какую-то цену мы не ориентируемся оказывается в этой цене оказывается цена совсем другая компьютер сам выключился и сам перезагрузился прекрасный компьютер ты молодец вот и мы видим с вами я к чему это веду мы видим с вами что цена парфюмерии растет медленно или скачками но растет поэтому куда дороже я думаю что бюджетный сегмент он так бюджетным плюс-минус и останется да он там будет не 300 а 500 не 500 а 700 хотя для кого-то это уже может быть серьезное повышение цены ну сказать окей я там себе наскребла допустим вот для меня 10 тысяч это много это эпохальная какая-то покупка это значимая какая-то покупка и если это будет стоить не 10 а 15 я уже не куплю если это будет стоить не 12 а 20 я уже не куплю и опять же возвращаемся к предыдущему вопросу спасением выходом из ситуации могли бы стать тревелы или маленькие хотя бы форматы тридцатка не знаю 20 25 вот поэтому что значит могло бы стоить дороже кроме того мир состоит не только из парфюмерных маньяков паров увлеченных людей паров увлеченных людей основные пользователи парфюмерии это обычные люди и вот у обычных людей проблемы с финансами кроме парфюмерии достаточно нужно деньги тратить на то на то на то на то плюс наш мир современный он очень опасный и вкладываться нужно прежде всего в здоровье потому что мы понимаем что то что происходит оно в общем выходит за все границы здоровье основная ценность и стоимость здоровья по факту становится все выше и выше и выше и лекарства и медицинские услуги и реабилитация анализы и поэтому мне не хочется называть какой-то парфюмерный дом который или парфюм который мог бы стать дороже и все равно бы его любили да для кого-то любимый парфюм сколько бы не стоил но таких людей немного таких людей немного основная масса скажет окей я пойду куплю себе то что никаким образом не повлияет на бюджет семьи даже мне кормить детей мне их собирать в школу мне помогать родителям стареньким так вот я опять же вот не обижайтесь я не ставлю парфюмы на некий педестал который был бы выше чем другие какие-то ценности жизненные да потому что люди важнее флаконов и благо человеческое важнее чем всего это все это пятый вопрос парфюмерный дом флаконы которого дают чувство эксклюзивности я сначала хотела подраться к слову эксклюзивность что такое эксклюзивность это то что у тебя есть какой-то флакон и ты эксклюзивный ну я для себя я может неправильно это все интерпретирую ну как-то и интерпретирую я для себя эксклюзивность условно приравняла к слову элегантность да вот какая то элегантность которая не свойственна вот в чем будет эксклюзивность элегантность которая не свойственна каким-то другим флаконом И здесь я назову и покажу несколько парфюмов, несколько флаконов. Вот недавняя моя зазнобушка, недавняя моя любовь. Это ванила Диорама, эксклюзивная линейка диоровская. Мало того, что это прекрасный утонченный парфюм, мне кажется, вот эта лаконичная форма флакона нам говорит о некой элегантности. Что у нас еще элегантное? Ганимед. Ганимед. Идеально. Сейчас, секундочку. Идеально выполненный флакон. Что ж такое-то? Ганимед Ганимедович. Ну, в общем, сделаем вид, что он заляпанный. Некоторые показывают в перчаточках. Ну, в общем, вот Ганимед. Представим себе, что без отпечатков пальцев. Ганимед, конечно, конечно, очень элегантно исполненный флакон. Все безукоризненно. Безукоризненно, поэтому, да, наверное, вот его назову. Безусловно. Где ты, мой красавчик? Безусловно, все флаконы сержа лютанца для меня вот в этот список будут входить. Ну, то есть, без трасс, без каких-то там наворотов. Вот это вот вензеля, там, чего-то такое. Хотя, в общем, они тоже имеют право на существование. Тоже я вам буду их показывать. Ну, вот как-то так. Ну, то есть, вот эта эксклюзивность, эта элегантность, какой-то лаконичный стиль. С хорошим исполнением флакона, с хорошим стеклом. Совсем таким. Парфюмерный дом флакона, которого полностью отвечает твоей эстетике. Ну, вот, наверное, смотри предыдущий пункт. И потом еще у меня появится вопрос, но я не знаю. Я просто, я субъективна. В моей эстетике отвечают слоны в принципе. У меня фигурок много со слонами. Поэтому в любом исполнении слон будет отвечать моей эстетике. Мой любимый дружочек. Что еще отвечает моей эстетике? Мои эстетики отвечают, вот, кроме Ганимеда, Сержа Лютанса, венецианский купец. Вот такой вот у меня красавчик. Я хотела бы больше красавчиков. Но пока, пока у меня вот так вот. Что еще? Ланкомы. Ланкомы отвечают моей эстетике. Эксклюзивной линейки. Есть ли что-то тут еще? Ну, вот как-то так, наверное. Ответим, как-то так. Так, выпуск аромата, который разочаровал. Чтобы разочароваться, нужно очароваться. Я думаю, этот вопрос касается, прежде всего, тех людей, которые ожидают каких-то фланкеров. Или очень любят марку и ждут новинок этой марки. Честно говоря, я новинок, допустим, марки Сержа Лютанс практически не знаю. И я их не ждала, потому что, ну, здесь наложились разные обстоятельства. Потому что часто новинки Сержа Лютанса выходили тогда, когда я была на тотальном ноубай. И поэтому даже там вот мои парфюмерные друзья расхламлялись. Я даже не могла себе позволить нарушить ноубай, ноубай и купить. Хотя там цены были приличные. Потому что пацан сказал, а пацан сделал. А что еще? Что ты поделаешь? То есть, когда ты чего-то ждешь, а оно выходит, и ты такой... Вот у меня такого не было, поэтому сказать, что что-то меня разочаровало... Нет, я, наверное, не скажу. Ты можешь себе нафантазировать и разочароваться, но ты нафантазировать можешь и старый какой-то парфюм, который всем известен, кроме тебя. Поэтому здесь все-таки, наверное, речь идет о том... Да, вот, например, кто-то очень любит трезоры в разных вариантах, и выходит очередной трезор, и люди говорят, да ну, что-то такое фигня. У меня есть трезор, у меня есть трезор, что-то там, нюд, да, и, скорее всего, от нюда я буду избавляться, но я не ждала его, чтобы разочаровываться. Нет. Вот, пара-тройка самых удачных покупок вслепую за этот год. Покупки вслепую за этот год. Я надеюсь, это те парфюмы, которые еще идут ко мне. И я... Если они будут удачными покупками вслепую, то я вам их покажу вот здесь вот, напишу. Вот. Сейчас, 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 сейчас я перебегу, покажу вам. Надо было три назвать, да? Я принесла четыре. У меня плохо с математикой просто. Так, давайте, давайте. Два парфюма пойдут за один. Валентина Ут Ассалюта и Валентина Мира Ассалюта. Схватила вслепую снятости шикарнейшие парфюмы. Носила, правда, мало. Ну и что? У нас с ними, я надеюсь, у нас с вами, я надеюсь, еще много времени. Нисколько не разочарованы. Они разные абсолютно. Они абсолютно по-разному. Садятся на мою кожу. Наверное, им все-таки нужна горячая кожа. Но, поскольку вы мне давали рекомендации по временам года, что, когда лучше звучит, я буду ориентироваться на ваши рекомендации. Ут сейчас лучше звучит, а Мира, мне кажется, должна все-таки немножко подогреться на коже. Это был первый пункт. Посчитаем, что это один. Ланком. Господи, я даже забыла от волнения, как это все называется. Ланком Ут Буке в старом формате. Это же мы сейчас поотрем. В старом формате. У Вадима. Аромат Нового года, который не стал в результате ароматом Нового года. Но это прекраснейший Ут Буке. Великолепнейший, сладчайший, громкий, праздничный, жизнерадостный. Слепую покупала. И прекрасный Магнифисон Д'Голд Ив Сен-Лоран. Тань, спасибо за возможность приобрести такой парфюм. Чудеснейшая сухая ваниль. Ванильная пудра, как угодно называйте. Очень нравится. Начинаю разнашивать. Но покупала абсолютно вслепую. Абсолютно. То есть, я решение приняла в течение полутора минут. Мне просто надо было сбегать в пирамиду, посмотреть. И сразу написать, сказать да, 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 да. Я редко ошибаюсь с покупками вслепую. Это правда. Это правда. Во мне есть какой-то... Можно сглазить, конечно. Окей, можно сглазить. Но во мне есть какое-то внутреннее чутьё, которое говорит, вот сюда не ходи, сюда не ходи. Это не твоя история. Даже если хочется. Не твоя эта история. Не рискуй. А вот это... Посмотри. Присмотрись. Короче, покупки вслепую. Ну, сейчас мы... Я покажу один парфюм, который я ношу редко. Практически не ношу, но... В общем, всё хорошо. Всё хорошо. Следующий вопрос. Да, слушайте, Миколев, Миколев, ну, тревелы все, да, вот эти вот. Они все мне нравятся. Всё покупала сама за свои деньги, всё вслепую. Вопрос девятый. Все любят, а я нет. Ну, и те, кто смотрит меня давно, знают, что это марка Шанель. Я покупала флаконы, я продавала флаконы. Мне попадалась марка на слепом затесте в разных, в разных, в разных вариантах. И у меня в результате нет ни одного флакона. Есть один от Ливан 19-й из Шанели пудровый, который стоит почему-то. Хотя он вроде нравится, но я не пользуюсь. В общем, короче, всего этого я нет. Рассуждайте об этом. Ну, чего об этом говорить? Альдегиды на мне садятся так себе. Плохо они на мне садятся. Звучание неприятное. То, что я слышу с кожи, это неприятно. Ну, и, в принципе, марка Шанель не стоит на каком-то пьедестале. Для меня это не ориентир. Ни в чём. Все не любят, а я люблю. Ой, я не знаю, что... Так и так не бывает, чтобы все не любили, а я одна такая красавишна. Красавишна. Я не думаю. Я говорила вам о том, что я примкнула к каким-то лагерям. Ну, вот так как? Так в нашем сообществе случается, что вдруг какой-то парфюм делит людей на лагеря. Ты в лагере Ганимеда или ты против Ганимеда? Там, ха-ха-ха, он любит Ганимед или она любит Ганимеда? Ну, да, я... Мне очень нравится Ганимед. Да, да, я в этом лагере. Да, я оказалась в лагере любителей Бакаре Руш в экстракте. У меня появился трэбл, вы видели. А кто-то не любит. Но сказать, что вот у всех хейт, а я одна такая принцесса, люблю какой-то парфюм, честно говоря, у меня не случилось таких воспоминаний. И вот ещё что скажу. Мне очень нравится, что у моих подписчиков, у моих парфюмерных друзей очень разные предпочтения парфюмерные. Кто-то обожает Шанель. Окей, прекрасно. Это нам не мешает абсолютно. Мне это не мешает, по крайней мере. Кто-то любит Шанель и восхищается этой маркой. Это для меня не критерий, что они любят Шанель. О, они любят то, что я не ношу. Окей. Вы любите альдегиды, на вас альдегиды красиво сидят, да замечательно. Тот же самый Миллер Харрис, например, да, марка. Мне она была очень интересна. И, скорее всего, я ставлю один флакон, а может быть и не одного. Потому что, ну, как-то, вроде да, ну, нет. Вроде да, ну, нет. Короче, такого я не вспомнила. Вот. Что вас раздражает в ароматах? В ароматах на других людях меня, как правило, ничего не раздражает. Меня могут раздражать сами люди. Да, потому что они позлые, потому что они предатели, потому что они хамы, потому что они не держат слова, потому что они обижают животных, потому что они обижают слабых, потому что они, там, такие-сякие, вот разные, да, обижают, притесняют кого-то. Эти люди могут меня раздражать. Если я чувствую раздражение, это даже неосознанно, наверное, происходит. Так срабатывает мой мозг. Если я чувствую раздражение по отношению к какому-то человеку, и если я могу этого человека вычеркнуть из круга своего общения, из своей жизни, эмоции все проходят, да, я без всяких эмоций просто прекращаю общение, и дальше никакого раздражения нет. Все тихо, спокойно, все культурно. Просто нет этого человека. В моей жизни все. Я не хочу жить в состоянии постоянного подогрева относительно каких-то людей, которые, на мой взгляд, допустим, не стоят моих сильных эмоций. В моей жизни достаточно ситуаций, которые требуют сильных эмоций, какой-то включенности, каких-то переживаний. Я очень эмоциональный человек в этом смысле. Я могу плакать, я могу страдать. Но это вот все про жизнь, да? А парфюмерия, она находится немножко там где-то, вот там. Да, поэтому... Нет, более того, я говорила, что есть парфюмы, которые я в жизни бы не купила, да? Но мне нравится, как на людях это звучит. Я захожу в лифт, какой-то сладкий компотик. Я думаю, какой прекрасный компотик. Или какой-то свежак. Ну, замечательно. У нас свежок. У нас морские волны в лифте, например, да? Или там восточные соседи надушились какие-то восточными парфюмами. Я думаю, боже, как хорошо, как хорошо. Я еду свои там 24 этажа и наслаждаюсь этим парфюмами. Блин, это прекрасно. Прекрасно. Вот если пахнет перегаром, это другой вопрос. Да, ну, про перегар здесь как бы мы не говорим. Если пахнет немытым телом, это другой вопрос. А парфюмерия нет. Ну, повторяю, на мне лично альдегиды сидят во многих парфюмах. В некоторых парфюмах я даже не знала, что есть альдегиды. Например, Маруся. Там есть альдегиды, я их на себе не чувствую. Прекрасно. Прекрасно садится. И не нравится, когда говорят, это даже не парфюм. Маруся, это даже не парфюм. Ну, как бы парфюм красивый. Аромат, который не купили из-за флакона. Ой, нет, такого не бывает со мной. Если я хочу парфюм, я... Даже если он будет в форме какой-нибудь очень странной и, не знаю, там, кислотной какой-то, кислотные цвета флакона, я все равно куплю. Я все равно куплю. Ну, флакон может быть, там, откровенно страшненький. Есть ли у меня откровенно страшненький флакон? Нет. Нет, короче, нет. Аромат, который купили из-за флакона. Да, есть такой аромат. Причем, я сейчас вам показывала совсем другую стилистику. Вы знаете, иногда хочется кетча какого-то, иногда хочется, ну, что-то поиграть. Поиграть во что-то, применять на себя какую-то другую жизнь. Но Делину я купила из-за флакона. Сейчас, так, ну, Делину, вы знаете, не очень хорошо, по-моему, видно. Делину в маленьком мосипусичном остатке. И я, в общем, ее практически не носила. Ну, она вот есть, там прям вот столичка. Мне кажется, если бы Делина была в обычном каком-то стекле, я бы даже не купила. А так вот, ну, должно быть что-то розовенькое с вентилечками. И с вот этой кисточкой. Ну, окей. Окей. Купила из-за флакона. Да, да. А ну, знаете ли, вот, я вся такая противоречивая. Да? Вот. Пример полного соответствия названия аромата и дизайна флакона. О, да, у меня тут много таких флаконов. Оцелот. Сальвадор Дали. Я люблю показывать все задуманно вперед и кверху ногами, но здесь с двух сторон. Оцелот. Прекрасный. Прекрасный. Легенький шиприк. Такой развеселый. Дальше идут два флакона. Сислой. Одессуар и Свар де Лу. Вот они. И вот они, прекрасные парфюмы, которые полностью, полностью совпадают и флаконом, и содержимым, и названием, и идеей какой-то с вами. Абсолютный слон. Слон. Если это слон, содержимое слоновья, флакон слоновья, полностью, полностью, все всему соответствует. Да, да, да. Наверное, по этому вопросу все. Вот так. Пример полного несоответствия названия аромата дизайна флакона. Несоответствия, несоответствия, несоответствия. Я принесла парфюм, ну, просто чтобы отдать ему дань уважения. Это роса юности. Я не знаю. Я не знаю. Давайте так, про росу юности. Мне парфюм нравится. Я его не ношу и продавать я его не буду. Он у меня очень давно стоит. Я себе объяснила, что я однажды буду его носить. Все-таки. То есть он мне нравится, но я не понимаю, почему это роса юности, потому что ни своим звучанием, ни флаконом это мне росу юности не напоминает. Хотя, хотя, я помню, как-то я делала обзор на росу юности. Я сказала, что вот на следующее утро в базе там роса юности как раз есть. Ну, надо ждать примерно часов так 16-20. Мне кажется... Ой, я забыла, я забыла, я забыла показать вам еще один флакон, который соответствует как раз. Том Форт Нуар женский. Вот такой вот. Он такой приятный. Он такой приятный на ощупь. И мне кажется, дизайн флакона, название парфюма и содержимое полностью соответствует. Еще раз спасибо всем моим подписчикам, кто сказал бегом покупать, бегом покупать, бегом, бегом, бегом. Вот. А, вот, несоответствие, несоответствие, несоответствие. У меня много вопросов к Титсану Терензи. Терензи. Мне парфюмы нравятся. При этом, мне кажется, что у него странные флаконы. Белый огонь. Белый огонь. Название соответствует содержимому. Да. Там много белого цвета, там много обнимательного мускуса, который я люблю. Я знаю, что у многих есть личная неприязнь с мускусами. Титсана. Мне все нравится. Мне все нравится. Кроме цены и, пожалуй, флаконы. Да. Но. Но. Для меня флакон очень и очень вторичен. Очень и очень вторичен. Гумин, например, да. Жизнерадостный, веселый, оптимистичный. Ну, роскошный. А можно я покажу? Вот такого вопроса нет. Ну, вот я просто покажу. Вы знаете, да. Я опять же прошу прощения у всех, кто со мной не совпадает. Но вот это вот. Вот это я не могу. Не могу. Просто. Лав Шапар. Что вы делаете? Ай-яй-яй. Это что-то просто. Возможно, в меньшем объеме это выглядит иначе. Более как-то понятно. Но для меня это... Нет. Нет. Не могу. Но звучание нравится. Звучание нравится. И последний вопрос, на который у меня ответ будет так себе. Самая красивая, провокационная, захватывающая реклама ароматов. Я в своем телеграм-канале, о котором я вначале вам сказала. Стала спрашивать. Подскажите какую-нибудь рекламу парфюмов, которые вам нравятся. Которая там запомнилась. Которая как-то вас задела, возможно. Почему я это стала спрашивать? Я поняла, что я перестала быть потребителем рекламы парфюмерии. Ну, и в принципе я почти... Тельмочка любимая. Я почти... Сейчас я закончу уже. Я почти перестала быть потребителем рекламы. Потому что YouTube у меня в платной версии. И рекламы там нет. На YouTube я рекламу не вижу. Я плачу за это деньги. Телевизор я не смотрю. Да, ну, то есть там какие-то каналы с сериалами, с фильмами. Там рекламы тоже нет. Я за это тоже плачу. И получается, что для меня, лично для меня, реклама парфюма – это парфюмерные какие-то релизы, парфюмерные блогеры, там реклама, антиреклама, неважно. Ну, основной ориентир у меня вот парфюмерные какие-то каналы, блоги, там, Instagram и YouTube. Я рекламу современную не знаю. Я ориентируюсь на старую рекламу. Поэтому я даже не могу вам сказать что-то вот про современные парфюмы. и поэтому в моей голове всплывают старые какие-то, ну, или не очень, не очень новые выпуски реклам марки Dior, прежде всего, наверное, потому что, мне кажется, они всё время классно делают и мужскую, и женскую рекламу. И, конечно, то, что я помню, и мне очень нравилось в своё время, это Жадор. Жадор, мне кажется, это просто вершина, которые, вершины вот этого рекламного искусства, рекламного мастерства, рекламного ремесла, где смогли объединить картинку флакон и содержимое флакона. Ты смотришь рекламу, ты понимаешь, о чём парфюм. Вот. И Давидов. Старая-старая-старая-престарая реклама. Я даже помню мужской голос, который говорил там, «Кого-то Давидов, оу!» И это было очень эротично, что сейчас, наверное, не будет показано, да, там много было тела, эротики. Я это помню, а сейчас-то я вот вообще не помню. И у меня в связи с этим появилась мысль, что, возможно, парфюмерным домам надо вкладываться в какие-то другие виды рекламы, да, то есть всё-таки добраться до потребителя, который соскакивает с вот этих вот, с обычных способов получения информации о парфюмах. Вот я люблю парфюмерию, я веду парфюмерный канал, я парфюмерную рекламу не вижу, хотя, ну, контент, ну, то есть я, если я иду на фрагрантику, там мне всё-таки какие-то картинки выскакивают, но так-то нет, так-то нет. Поэтому вот этот вопрос, на этот вопрос у меня ответы только связаны с какими-то там старинными-старинными делами. Вот, Жадор, пожалуй, да, в принципе, Дёровские все рекламы, и Давидов мне вспомнился. Остальное ничего не помню, сказать не могу, но, но, буду приветствовать, если вы в комментариях что-то такое от себя скажете, и, может быть, ссылочки даже какие-то дадите, я не знаю, за это будут уничтожать комментарии, Ютуб же у нас ещё комментарии уничтожает. Ужас, ужас, ужас. Вот, друзья, ответил как могла, поболтали, поболтали, вроде на все вопросы я ответил, хотя иногда суслепо могу их вопрос пропустить. Я Наташу благодарю, Наташ, спасибо огромное, что придумываешь для нас интересные теги, Наташ, ты знаешь, что я всегда готова с опозданием, но я всегда готова следовать твоим тегам. Друзья, присоединяйтесь к этому тегу, он очень интересный, а я с вами прощаюсь, я вас очень прошу, берегите себя, пожалуйста, здоровье, 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 вкладываемся в него. Ну и, друзья, всего доброго, и, конечно, продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!